Заметили ли вы? Я вот сегодня это заметил, а потом уже только прочитал в новостях. Одну интересную штуку. Я такой сижу, думаю, а что ж, как-то в новостях не то. Вот я вам рассказываю каждый день новости и думаю, такое чувство, что у меня выпала одна из рубрик, как будто почему-то ее нет и не мог понять, какая. Потом понял. Путин исчез. Путин это не мая. Ёхтур, нету Путина. Непонятно, где Путин. Там какие-то пресс-релизы, что-то, да, ну, как бы, где он? Где он? Он каждый день куда-то ездил, с кем-то встречался, к каким-то людям, на каким-то выставке шлялся. Что только не делал. И вдруг дезапирт. Исчез. И вот сегодня я прочитал, что оказывается, это уже месяц, как он исчез. А прям реально исчез. Я такой думаю, я же слушаю, ну, много бывает российские оппозиционные, ну, в хорошем смысле, каналы, такие, на которых действительно наши друзья Украины, скажем так, в какой-то степени. И смотрю, там тоже как-то темы какие-то измельчавшие. Говорят они непонятно о чем. А, так Путина у них нету. Им некого обсуждать и нечего. Я такой, может, это вот, ну, может быть, это было предтечь. Я к чему все такое говорю. Да, сегодня вдруг уже читаю, в каком-то издании, не вспомню каком, вот буквально тоже пару часов назад, что Путин исчез, совсем не вылезает из Кремля, то все, что ведет себя так, как он вел себя, там, что-то при ковиде или там до войны, не помню, когда это вел. Я подумал, а может, это связанные вещи? Ну, он-то знал, может быть. То есть он понял, что вот эта спецоперация под названием «Мы сейчас остановим Украину тем, что не дадим военную помощь», она провалилась. Он-то мог это знать. Ему-то его агенты уже сообщили. Путину испортили праздник, да, это хорошо. А, ну, кстати, весеннее обострение, Ира, да, говорит, да, весьма вероятно, тоже, весьма вероятная версия. Израилю тоже дали. Да, конечно, и Тайваню. А, кстати, нас кто-нибудь смотрит в Тайване хоть один человек, интересно, или нет? Есть ли хоть один человек с Тайваня, которому сегодня тоже дали? Потому что из Израиля-то я вижу, что дали. Ну, что много нас тут. И из Израиля, которому дали помощь, кстати, очень большую, реально. Это в больших масштабах. Шалом с Израиля, слава Украине, героям слава. Ну, с Тайваня, видимо, никого нет, потому что никто не объявлялся. Да, а вот в Люксембурге, да, смотрят. В морозилке Путин. Да, Путин разбил голову об унитаз в Тайване. Да, об карту Тайваня. Разбил голову об карту Тайваня. Смотрите, про особый... Значит, вот сначала давайте опрос. Я же опрос хотел замутить. Расскажу вам сначала о своих эмоциях, а потом про ваши хочу спросить. Вот мы этого пакета ждали полгода с ноября. Январь, январь, февраль, март, апрель. Пять месяцев. Пять месяцев. Мы ждали этого пакета полгода. И сначала я расскажу о своих переживаниях по этому поводу, потом спрошу про ваши. Вот мои переживания были такие, что... Значит, так, меня все тут шлют, поздравления и так далее. Мои переживания были такие, что в ноябре я, например, был уверен, что ну какие вопросы? Ну, конечно, нам дадут все пакеты, которые надо. Я просто не сомневался ни секунды, что все мы получим, все будет. Все будет вообще. У меня не было ни малейших сомнений. Ну, понятно было, там, ой, что-то технически заморочились. А, те что-то сказали, эти сказали не то. Ой, у них нет спикера. Ай-яй-яй. Ну, сейчас, сказал я, выберут спикера. Потом выбрали Майка Джонсона. И у меня... Я же как? Я же интервью раздаю, пока я в Киеве, да? Постоянно, каждый день по нескольку интервью. И меня спрашивают журналисты, говорят, а вот, посмотрите, выбрали трамписта. Ой, ну, слушайте, ну, трампист, не трампист, какая разница, подавляющее большинство Конгресса за помощь нам, ну, что вы переживаете? Все такие, да, да. Я говорю, вообще не вопрос. Потом как бы тучи стали сгущаться. И начали, помните, какие-то даты, на каникулы пошли индейку жрать. Мы с вами впервые тогда, я шутил, что вот индейку все отправились есть. И я такой, ну, ладно, ну, сейчас, говорю, индейку доедят, и все будет, что вы. Ну, хорошо, да, к сожалению, в Новый год у нас не будет нужных нам снарядов. Но это Новый год, ну, сколько, две недели, три. Потом вдруг откуда-то взялся дедлайн про какое-то там 19 января. И у меня спрашивают на канале Политека. Так что, 19 января примут? Я говорю, слушайте, или 2 февраля. Я говорю, слушайте, я про 2 февраля не знаю, потому что я не знаю, откуда у вас такие все сведения, дедлайны. Но я говорю, до конца зимы точно примут, говорил я. И я искренне был уверен. Не, ну, подождите, ну, не может же быть, что Америка возьмет и соскочит. Ну, так же не бывает. Вот, знаете, у меня было единственное. Я даже не пытался рыться во всех этих передрягах. У меня было такое простое мнение, типа, ну, так же не бывает. Ну, не может же просто Америка взять и сказать, да не буду я давать деньги. Так не бывает. Закончилась зима. И мне, помните, я рассказывал, девушка из Америки написала, а вы не переживайте, у нас зима 20 марта заканчивается. Я такой, ну, ладно, предположим, 20 марта. И тут вот такая вот история. Дальше Джонс. Я все еще, вы знаете, я все еще верил абсолютно. Все еще верил абсолютно. Мало того, те люди, которым я доверяю, в большой степени говорили, что да не, вообще точно все будет. Все будет по той процедуре или по другой, или по этой, или такой. Ой, они мне как раз давали внутриполитические расклады и уверяли меня, что все будет. И вот нынешняя сессия Конгресса, которая началась какого числа? 5 апреля, по-моему, начиналась сессия, если я не ошибаюсь. И Майк Джонсон перед этой сессией говорит, все, точно, точно, говорит, сейчас вынесу законопроект. Я такой, ну, все, мне полегчало. И я давал и три, может быть, вы видели Игоря Юковенко. И он мне говорит, ну, как, что, помощи не будет? Я говорю, ну, здрасте, почему не будет? Твой Джонсон же сказал и так далее. Игорь Юковенко говорит, ну, ладно, Михаил, хватит с вашим оптимизмом, там, вы же понимаете, это все отмазки, так не бывает. Точно помощи не будет. Я такой, упс, пошел советоваться. Мне все такие, будет. А мне уже совсем все прямо дрожит внутри. Я уже не понимал, что происходит, вот реально. И сейчас, когда уже казалось, что все, сейчас будет, тут, наконец, один из моих друзей, который, вот, собственно, говоря, все время говорил, что точно будет, вдруг говорит, не, не будет, это Джонсон в игры играет. Вот у меня реально паника. Слушайте, я последний месяц уже жил только этим, этой помощью жил. Я каждое утро просыпался, посмотреть, а не проголосовали ли случайно ночью. Ну, вдруг ночью случайно проголосовали, всякое же бывает. У меня прямо, я никогда, когда вообще чего-нибудь такого ждал? Вот помните, когда я столько ждал, чтобы мне кто-нибудь дал, да, Джонсон, например. Никогда я столько не ждал. В жизни просто, в жизни. Я никогда не думал, что предметом моих переживаний станет голосование Нижней Палаты Конгресса США. А я понял, что от этого зависит моя жизнь физически, выживание в том числе, моя, вокруг всех, нас всех, 400 тысяч человек, тоже все зависят от этого голосовать. Поэтому эмоциональные качели у меня были, честно вам скажу, последнее время вот такие. Ну и как я уже вам описал, что в последний день я просто уже не мог этого спокойно выдержать. Кто бухает? Нет, я не бухаю по этому поводу. Ботоксный самозванец, видно на капельницах. Путин всегда исчезает, когда в России происходит ЧП, а сейчас затопление. Кстати, Лида правы. Видимо, действительно, это я что-то не связал. Видимо, с началом потопа он и исчез. Как это? Подождите. Видно быть потопу. В общем, так один жираф влюбился в антилопу. Это я не знаю про кого. Радости почему-то нет, все равно разочарование в США, они нас предали, его не прощается, никогда не забудется. Ой, Кэппи Куин, вы знаете, вы можете их не прощать, это ваше право, естественно, конечно, но мне кажется, что всегда остается финальный ответ. Вот пройдет несколько лет, несколько лет, и мы не будем вспоминать, что были эти несколько месяцев, когда у нас не было этой военной помощи. Мы будем вспоминать, что они нам дали эти деньги, ну, что они поддерживали нас, а то, что они когда-то там что-то не дали, мы вспоминать не будем. Ну, так устроена наша психика, так устроена наша психика. Если вы, например, Кэппи Куин с любимым мужчиной, не знаю, прожили в любви и согласии 20 лет, но из них 4 месяца у вас там была страшная ссора, то вы про эти 4 месяца, скорее всего, забудете, а 20 лет помнить будете. Ну, скорее всего, так. Даже вы знаете, люди, которые живут в несчастье и в ругании 90% времени, потом вспоминают оставшиеся 10%. Это я вам скажу как несостоявшийся психотерапевт. Но я не психотерапевт, я шучу, конечно. Михаил, эта помощь нам поможет выиграть или не проиграть? У Кира 3102. Это... А у вас 31 февраля день рождения, Кира? 3102. У вас просто изернаем интересно. Или 2-го 31-го. А какой 31-й месяц? Нет, 31 февраля, да. Нет же 31-го месяца. Эта помощь нам поможет выиграть или не проиграть? Вы знаете, мы все время, когда говорим про войну, у нас уже фокус в некотором смысле сбит. Я вам скажу разницу между выиграть и не проиграть. Для нас не проиграть и означает выиграть. Это, мне кажется, некоторой ошибкой. Мы до сих пор мыслим в категориях 2022-го года. В 2022-м мы лихо освобождали, ну лихо, наши военные, ВСУ, освобождали Харьковскую область, освобождали Херсон, освобождали, кстати, Киевскую область, Сумскую. И тогда казалось, что и дальше такая волна Украины пойдет и побежит брать Крым. Сейчас мы поняли, что война будет по-другому устроена. Что победить, это значит не проиграть. Нам нужно, чтобы они сдохли сами. Я не шучу. Это не шутка и не метафора. Нам нужно побеждать, я много раз это говорил, но я повторюсь, по модели Первой мировой войны. Не Второй мировой, который у всех. Вот все учились в школе, ну люди моего возраста, кто учился в школе, плюс-минус моего. У всех в голове Вторая мировая война. Почему? Потому что этому посвящалось там, не знаю, восемь лет из десяти моих школы, нам только про Вторую мировую войну рассказывали. И то только про Великую Отечественную, про остальное не рассказывали. А про Первую мировую шесть строчек в учебнике. Брусиловский прорыв. Но большинство войн шло по модели Первой мировой, а не Второй мировой. Немцы в Первую мировую оккупировали часть Франции, Бельгию. Оккупировали, кстати, Российская империя часть, там много чего, Польша и так далее. Да и Польши-то не было, собственно, Российская империя была. И проиграли. Нет, их никто никуда не выбивал. Французы не бежали в атаку, лихо со штыками, не кололи до самого Берлина немцев. Нет. Просто немцы рухнули под чем? Под тяжестью войны. Германия рухнула под тяжестью войны. Это то, что нам нужно. Почему? Потому что она оказалась против более мощных держав. Против Великобритании, США, Франции. Вот нам нужно, чтобы Россия рухнула под мощью более сильных держав. США, Евросоюза, Японии, Кореи, Австралии, других наших друзей, кстати, из стран третьего мира, которые нам помогают. Ну и, конечно, вооруженных сил Украины. Вооруженные силы Украины в данном случае наконечник копья, который поражает дракона. Но за нами стоит вот как бы дракон, он пышет огнем. Но те, кто производит этот огонь, кто бросает в топку, это вот все эти страны, которые я перечислил. Поэтому выиграть и не проиграть сейчас одно и то же. Просто одно и то же. Да. Не нужно нам массовых каких-то наступлений. То, что мы регулярно уничтожаем, перемалываем их армию, это и есть наша победа. У них нет шансов. Вот смотрите, мы вчера сбили, позавчера, позавчера. Сбили Ту-22М. У них нет другого Ту-22М. Понимаете, в чем прикол? Вот мы им сбили Ту-22М, но у них не появится новый Ту-22М. Негде взять новый. Они не умеют его делать. Они просто не умеют технически. Не знают как. У них нет для этого завода, который бы делал Ту-22М. Все, мы его сбили, больше нету. Этому Ту-22 было 40 лет, но другого у них не появится. Вот у них сколько есть, столько есть. Все, финита. А мы уже там тогда два сожгли, там один разбили, тут один сбили. Все.